всем привет привет вы на канале дневник натали сегодня друзья по вашим просьбам делюсь рецептом приготовления маринованных грибочков вот такие у меня грибочки я показывала нижнюю полочку своего шкафчика и многие попросили горит наташ делись рецептом делюсь сегодня с вами этот рецепт маринованных грибочков без растительного масла грибочки получились вкусненькие ароматные ну вот на соль они чуть-чуть соленковатые так как мы соли мало употребляем ну вот для нас вот так может для кого-то это будет норма а если тоже так покажется что чуть соленковато вы можете всегда их промыть такие грибочки я использую как на салаты также вот просто как вот с лучком с масличком можно подать грибочки к той же картошечки там на ужин и обед как нравится и с этими грибочками я готовлю пиццу нарезаю пластиночками и добавляю это очень красиво и вкусно получается грибочки как вы видели отлично стоят шкафу крышки все идеальные ни одна баночка не вздулась все отлично и вы видите чистенький рассол чистейший вот низ баночки чесночок все так что кого заинтересовал рецепт оставайтесь смотрите подробненько все вам расскажу так что друзья шампиньоны всегда в продаже можно закрыть в любой момент и так друзья готовим вместе вот мои грибочки маленькие красивые сейчас я установлю камеру так я вам покажу вот у меня такая коллекция баночек начала собирать после того как поняла что баночки выкидывать нельзя потому что стоят денюжек а они иногда очень даже выручают вот с такой вот крышечкой спасибо девочкам которые мне подсказали но в общем вот такая мне коллекция баночек я думаю мне хватит потому что ну вот два килограмма грибочков они же конечно сейчас уварятся и будет намного меньше но других баночек у меня нет надеюсь что все будет отлично и для маринада мне конечно понадобится уксус лавровый лист черный перец горошком немного сахара и соль ну и по ходу уже когда будем делать маринад расскажу что и сколько у меня всего уйдет вот я закрыла раковину набираю воды я вымыли здесь большой емкости у меня нет вот такая красота ну вот ребятки я перемыла грибочки вот подготовила водичку и сейчас сколько у меня поместится столько поместится не поместится я по положу в другую кастрюльку я хочу просто проварить в чистой воде без без ничего где-то полчасика и эту воду я солью может где-то я что-то недомыла это просто перестраховка но ее нужно сделать а потом уже когда я проварю грибочки уменьшатся воду сольем нальем чистой водички и тогда уже будем подготавливать к маринаду вот ребятки поставила вот две кастрюльки у меня закипят провариться и потом включусь вот смотрите друзья у меня грибочки уже проварились практически минут пятнадцать они уже уменьшились вот единственное когда я мыла грибочки я посмотрела видео андрея новикова и он посоветовал что при варке нужно добавить лимонную кислоту или уксус чтобы грибочки не темнели ну вот я добавила первый раз так послушала думаю послушаю я все-таки совет чтобы они не были темные темные и я помню когда мама у меня готовилась всегда когда варила грибочки добавляла луковицу вот видите у меня там вот луковица лежит вот но как знаете как поверье если луковица потемнеет значит есть ядовитый гриб все хорошо я понимаю что это шампиньоны ну вот что-то вот осталось а вот еще с тех времен такое у меня и всегда когда грибочки варю добавляю луковичку чтобы уж точно было все хорошо и и сейчас я все это процежу здесь вот у меня уже стерилизуется моя баночка на дно баночки положу чеснок лавровый листик перчик черный и достала еще перчик душистый добавлю на пол литровую баночку я добавлю ложечку столовую уксуса и потом еще в маринад у меня пойдет уксус просто у меня баночки разнокалиберные почему я и посмотрела другого влогера как он готовит потому что раньше у меня баночки были все пол литровые и рецепт у меня на пол литровые баночки а так как у меня они разные мне нужен маринад именно ну посмотрим что у меня получится сейчас все это выключу сцежу и наберу чистой водички и продолжим вот такие грибочки получились сейчас я вам покажу поближе красивенькие ой заплатил экран сейчас вот смотрите красота вот смотрите ребятки вода какая темная коричневая все это выливаем вот а с двух килограммов у меня получился целый вот видите целый трешлечочек получился может еще немножко они уварятся не знаю посмотрим ну вот друзья грибочки я уже переложила в кастрюльку и сейчас мы делаем с вами маринад на литр воды идет столовая ложка сахара и столовая ложка соли и я вот взяла пол литровую баночку заливаю нам нужно чтобы грибочки покрылись водичка сейчас наберу еще одну баночку вот у меня вот здесь уже две баночки вот я третью наливаю вот так получается полтора литра значит мне нужно полторы столовые ложки соли и сахара ну такие с горочкой вот у меня соль не едированная вот так ложка и еще ну вот так вот я думаю половинка и точно также сахара ложка и половинка и сейчас мы добавим тоже сюда уксус у меня вот такая граненая рюмочка которая отмеряет 100 миллилитров нам нужно 50 миллилитров на 2 килограмма грибу уксуса 9 процентного на то вот пол рюмочки и мы добавим с вами вот так в наши грибочки вот друзья смотрите я уже подготовила чеснок приблизительно один зубчик на баночку и покрышила его нам нужно по одной маленькой лаврушки если лаврушка большая лавровый листик значит его нужно поделить пополам чтобы не было такого знаете горького вкуса лаврового листа не очень тоже хорошо и мы положим где-то по два зернышка черного перца и одно зернышко душистого ведь и душистый он немножечко покрупнее пока у меня грибочки варится в маринаде провариться они должны где-то минут двадцать не меньше водичка уже намного чище и ярче стала вот они вот так вот кипят варится и и сейчас мы заполним наши баночки специями в каждую баночку это вот у меня самая большая положу побольше листик покрупнее и мы продолжаем начинять наши баночки так но я буду акцент делать на вот эти вот баночки эту большую конечно оставлю если вдруг у меня немножко останется я переложу в эту маленькую вот спад икры санта бремор ну почему нет в первую очередь тогда если вдруг чего попробуем с артурчиком эту ну а пока будем заполнять вот эти пол-литровые из кабачковой икры так лавровые я положила теперь мы по одному горошку душистого положим я просто не знаю сколько мне баночек понадобится ну вот так вот сделаю так и по два черных перчика добавлю обязательно потом откроем поделимся с вами своими впечатлениями насколько это вкусненько получилось и вот так вот чесночка я думаю что будет прям так ароматно вообще артурчик вышло и как у тебя вкусно пахнет грибочками маринованными уже и чеснок же пахнет и грибы готовятся немножко швуксус тоже пахнет вот смотрите что у нас получается ну так мне одной рукой не очень удобно снимать поэтому я сейчас чеснок добавлю и включу и сейчас вот мы каждую баночку добавим по столовой ложке уксуса ой перелила маленько значит вот так сделаем ну вот ребятки время уже прошло 20 минут после варки так она у меня и будет кипеть грибочки и вот в кипящем виде я буду закладывать в баночку аккуратненько знаете да чтобы баночка не лопнула нужно поставить на металлическую поверхность или положить нож под низ но у меня вот на стерилизаторе стоит мне так удобно баночка устойчивая и вот я закладываю наши грибочки я так хочу чтобы все получилось вот так даже можно чтобы маринаде к этот вот при закрывании крышечки немножечко стек вот мы прям с горочкой да она конечно не польется сейчас немножко на печку но я вытру зато у меня не будет воздуха никакого и вот и сейчас я посильнее зажму ну конечно как я посильнее зажму конечно артурчик иди ко мне солнышко на помощь конечно как же я без своего артурчик а сейчас мне как зажмет все отлично будет смотрите какая прелесть все и в теплое местечко на крышечку отнесем баночки какие у нас красипедные ой горячо теперь мне так это лишний грибочек ровненько поставить вот так вот с горкой ух потекло хорошо вот так оно и должно подтекать вот смотрите у нас получилось двух килограмм там четыре баночки и вот баночка не полная у меня даже и рассола не хватило но мы вот эту баночку она еще как вам сказать прости реализуется сама в теплом сейчас покажу как я укутываю месте завтра все вам покажем и именно вот эту баночку мы оставим в холодильнике потому что она не полная и в первую очередь его попробуем и так и ведемте в теплое местечко вот друзья смотрите вот мои грибочки красотунчики вот так поближе чтобы горячо и сейчас я это все укутаю и до завтрашнего утра для вас пройдет это конечно мгновение я с вами не прощаюсь потому что хочу вам показать завтра что у нас получится они вот так вот на крышке должны ночь сами себя как бы про стерилизовать и остыть всегда так делая огурчики помидорчики компоты и грибочки ну все что закрывают ну вот друзья у нас уже следующий день утро и давайте мы вместе откроем с вами грибочки посмотрим как они простояли ночь я еще не смотрела сама не открывала вот вместе с вами откроем да все уже остыла чуть-чуть вот маленько-маленько теплая красавцы какие на баночки тепленькие не горячие эти баночки я поставлю шкаф к огурчиком огурчики мои стоят все хорошо а вот эту вот баночку которую у нас получилось неполное поставлю в холодильник просто перестрахуюсь может и все хорошо но лучше я поставлю и откроем ее в первую очередь вот такие у нас грибочки и Субтитры создавал DimaTorzok